айнур галин иной мир морпехи книга 2 глава 1 и чё расселись до товарищ лейтенант чем еще заняться то еще раз самоходки почистить что ли мы даже траки на них помыли ответил матрос жени сапожников лейтенанту качанов сидя в компании еще пятерых травивших байки про жизнь до службы в армии точно тенант а долго мы их ждать будем может они не вернутся спросил сидевший рядом матрос читов все вопросы после построения сержант милин стройте подразделение объявление есть небольшое всех строй дал указание качанов проходящего мимо командира отделения сержанту милину и направился к центру небольшой ровной площадке рядом с избами сидевшие на траве матросы вздохнули и побежали к месту построения с тех пор как ушла группа майора архипова прошел всего час и перед тем как распустить людей отдыхать необходимо было довести информацию и организовать простейшие но очень важные в подразделении службы и вахты буквально через три минуты личный состав стоял выстроившись в ровную шеренгу разделившись по расчетам и экипажем равнясь отставить начал готовиться к докладу перед командиром батареи сержант милин но лейтенант качанов опередил их отставить стань строй и так товарищи матросы сержанты и прапорщики майор архипов убыл вместе с группой на проведение разведывательных мероприятий для уяснения обстановки и решения вопроса дальнейшего нашего пребывания в этом мире наша с вами совместная задача не прерывать боевую подготовку и организовать жизнедеятельность подразделения в полевых условиях подручными средствами связи с чем приказываю прапорщика орлова временно назначить старшиной батареи отобрать группу в составе четырех матросов на роль поваров в камбузе помощь тебе его службу в камбузе организовать вахтовым методом по три человека для организации помощи поварам каждые сутки сержанты баллонов и базаров составить два состава караула три смены по три человека в каждом для хранения оружия приспособить ящики из-под боеприпасов всему личному составу сдать стрелковое оружие боеприпасы от беды подальше еще пристрелите друг друга лейтенант прошел несколько шагов вдоль строя развернулся обвел всех взглядом и после короткой паузы продолжил баллонов и базаров вы ночь кары сменяете друг друга подготовьте документацию смены караулов журналы инструктажа со списком личного состава караула и журнал выдачи оружия и боеприпасов на территории лагеря организовать вахтенную службу в составе трех дневальных и одного дежурного из сержантского состава вооружение для часовых штатные автоматы дежурный по лагерю и ночкары пистолеты после приема пищи расположиться для отдыха экипажем в боевых машинах расчеты в избах все остальные задачи доведу завтра утром вопросы есть так точно товарищ лейтенант а сколько нам тут торчать задал вопрос из строя матрос федоров до возвращения группы или же четыре месяца ответил качанов а если они не вернутся для этого есть запасной план но он реализуется в случае не возвращения группы об этом я проинформирую вас отдельно на сегодняшний день наша задача организовать повседневную жизнь условиях полевого лагеря провести разведку оставшихся выходов из портала и случае необходимости обезопасить подразделение а самое главное к истечению четырех месяцев весь личный состав должен быть в строю без исключения как бы вы не хотели сдохнуть или свалить отсюда чтоб приравнивается к сдохнуть и подвергнуть жизнь своих товарищей опасности если у кого начнет ехать крыша или кто-то из вас заметит что у вашего товарища странное поведение дайте мне знать я знаю что все вы морально устойчивые физически крепкие ребята и четыре месяца в тесном пространстве хотя чего тесного то поляна здорово и можем даже будку организовать для встреч с дунькой кулаковой в этот момент построю морпехов прокатился легкий смех товарищ лейтенант ожирать что будем раздался из строя очередной вопрос но сергей не успел заметить кто именно спросил завтра составим группу наших кормильцев вооружем их луками и стрелами и отправим добывать мясо во главе с опытным охотником егором сапожников ты помнится мне хвастался фотками с трофеями из гражданки ты сам или батька твой добывал а ты селфи делал я сам тоже тянут ответил из строя женька ну вот сам так сам и посмотрим все два часа на раздолбайство 22 30 по местному времени вечерняя поверка и отбой к этому моменту все свои дела сделайте гальюн вон в том углу увижу кого справляющего не в том месте заставлю переносить выгребную яму в ограниченном пространстве нам надо соблюдать чистоту чтобы не породить тут эпидемию какую-нибудь всем все ясно хотя не дети уже конечно но все же остальные вопросы в индивидуальном порядке сдача оружия через полчаса перед сдачей почистить всем без исключения орлов егоров и сержант ко мне остальным разойтись закончил качанов и развернувшись пошел к двери ближайшей избы остальное время сергей объяснял собравшимся сержантом круг обязанностей каждого например валера семенов вместе с конта его должны были организовать постройку небольших казарм хотя по предварительным прикидкам на казармы вряд ли не будут похожи если только на казарму каких-нибудь папуасов из бамбука но тут какие строительные материалы имеются под рукой те и надо приспособить а старшему матросу моисееву илье хотя между собой практически все его называли по-дружески доктор мося было приказано организовать подобие лазарета так как его должность фельдшера санинструктора подразумевала иметь в расположении полевого лагеря лазарет время шло и впервые за долгое время наступил момент в проведении вечерней поверки батареи предыдущий раз она проводилась еще в расположении части ведь вечерняя поверка это почти священный ритуал жизни каждого военнослужащего если не ведутся боевые действия то этот ритуал должен проводиться ну и обычное практическое значение поверки это учет личного состава поэтому данный вопрос никого не удивил каждый морпех занял свое место в строю приготовившись стоять молча и смирно пока старшина батареи или же кто-то из офицеров не проведет поверку и каждый из них стоял и ждал слушаясь в голос ожидая свою фамилию чтобы громко и четко крикнуть я ведь вечерняя поверка могла затянуться на часы все зависело от дисциплины строя и возможно от настроения старшины или командира равняйся отставить равняйся смирно товарищ лейтенант третья батарея самоходно-артиллерийского дивизиона на вечернюю поверку построена старшина батареи сержант мелин доложил андрей лейтенанту качану вечерней поверки приступить сержант мелин достав папку со списком личного состава начал зачитывать фамилии лейтенант милов пал смертью храбрых при выполнении воинского долга старший прапорщик лбов пал смертью храбрых при выполнении воинского долга матрос петров пал смертью храбрых при выполнении воинского долга матрос воробьев пал смертью храбрых при выполнении воинского долга перечислил на вечно занесенных в список подразделений погибших сослуживца, старшина и дальше продолжил уже по списку. «Сержант Балонов!» «Я!» — послышался из строя голос Сереги. «Сержант Семенов!» «Я!» Мелин продолжал зачитывать, но после первых строк в строю установилась тишина. Ни у кого даже в мыслях не было нарушить ее, выкрикнуть что-то лишнее. Все были погружены в свои тяжелые мысли, связанные со смертью, которая в последнее время ходила по пятам и за эти недели успела прибрать к своим рукам четверых отличных парней. И каждый знал, что в этом недружелюбном мире их еще ожидает множество проблем и принятых решений. И не каждый сможет дожить до того дня, когда они с облегчением смогут расслабиться и выдохнуть спокойно. Воинский ритуал прошел на удивление быстро, и после команды «Вольно! Разойдись!» Морпехи еще стояли какое-то время без движения, пытаясь отогнать от себя ненужные мысли. «Ну что встали? Может прогулку вечернюю с песней для вас устроить?» Напоминаю дежурному по лагерю, что вахтенная служба несется согласно уставу караульной и внутренней службы. Вы прекрасно должны понимать, что от каждого из вас зависит жизнь вашего товарища, а уже от него зависит ваша, «Так что разойтись! Отбой через 30 минут! Дежурный по лагерю! Ко мне!» Прошло несколько дней, за это время возвели несколько строений и постепенно наладили лагерную жизнь. Каждый занимался своим делом. Егор за это время пару раз успел сходить вместе с Сапожниковым, Женей и Парамоновым Мишей на охоту. За порталом бамбуковидные деревья вырастали быстро, им приходилось прорубать себе новую тропу. Вы прослушали ознакомительный фрагмент аудиокниги. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение следует...